Всем привет, с вами Хедин, и сегодня у нас огневой советский эсминец 6 уровня. Дальнейшее развитие эсминцев типа гневный с увеличением водоизмещения, проект 30. От предшественников отличался лучшим бронированием артиллерийских орудий и усиленным торпедным вооружением. Огневой эскадренный миноносец военно-морского флота СССР. Единственный построенный корабль из серии эсминцев типа огневой проекта 30. До 16 мая 1941 года носил имя опасный. Достройкой ввод в эксплуатацию были отложены из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Проходил службу на Черноморском флоте. История службы. Свой первый бой эскадренный миноносец огневой принял в августе 1941 года, будучи еще недостроенным. Перед выходом с завода в Николаеве на него была смонтирована 76-мм зенитная установка 39К и оборудованы временные живые помещения для семей рабочих и служащих завода. А трюмы корабля загрузили бронзовой арматурой и другим ценным имуществом. Когда эсминец следовал на буксире в Севастополь, на него совершило атаку звено немецких пикирующих бомбардировщиков. Один из самолетов, получив прямое попадание, упал в море. Второй, задымив, тут же отвернул с атакующего курса и ушел за горизонт. Остальные последовали за ним. Эсминец вошел в состав Черноморского флота 8 апреля 1945 года. Более корабль участия в боевых действиях не принимал. В начале 1950-х годов шли переговоры о передаче эсминца в МС Болгарии. В Болгарии даже был сформирован новый экипаж для корабля. В конечном счете правительство Болгарии поменяло свои планы и в СССР были заказаны другие корабли. Эсминец был выведен из боевого состава флота 17 февраля 1956 года. Отправлен на разоружение и переформирование. Получив обозначение CL-2 с 27 декабря 1956 года использовался как корабль-цель. Впоследствии 13 декабря 1958 года расформирован и отправлен на металлолом. Эскадренный миноносец огневой был исключен из списков кораблей в МФ 20 октября 1958 года. Итак, что же корабль представляет из себя в игре? Боевая эффективность, достоинства, хорошее артиллерийское вооружение, крупный калибр и высокий темп стрельбы, а также добавлю от себя высокая скорость полета снаряда и его траектория. Далее, высокая скорость хода и достаточный запас живучести. Недостатки. Большие размеры и как следствие плохая маскировка. Терпеды имеют очень короткий ход и поэтому могут использоваться только как вспомогательное оружие. Время перекладки рулей слишком велико, как для эсминца. Также добавлю от себя постоянно уничтожаемые башни ГК. И так как у нас их всего две, то велика вероятность того, что вы останетесь вообще без основного вашего оружия и сможете только светить, брать точки и идти в пикирующие атаки камикадзе в надежде торпедировать врага. Я не раз такое проделывал, но радости от этого было почему-то немного. Что же могу в целом сказать по эсминцу? Поначалу я с него дико плевался, жевал как кислый лимон или кактус. Но под конец все же немного привык к нему, не стал подставляться вообще и как следствие башни стал терять реже, но и стал наносить хоть какой-то достойный урон. Можете посмотреть последние пару моих боев с моего первого тестового стрима, ссылочку оставлю в конце обзора. И как итог я все же смог переступить на нем грань в 50к среднего дамага. Это думаю все равно немного для эсминца 6 уровня, но уже хоть что-то. Также этому помог навык командира взрывотехник, до которого я докачался проходя этот корабль. Подробнее по тактике применения поговорим в конце, а сейчас сравним характеристики с конкурентами, а далее поговорим чем мы можем усилить наш корабль. Приступим! Боеспособность. Живучесть 15500 единиц. Тут мы вне конкуренции, на 4000 больше чем у конкурентов, а это их третья часть, что как бы нам намекает, что мы ближе к легким крейсерам нежели эсминцам. Бронирование от 13 до 16 миллиметров, показатель также лучший среди конкурентов. Но эта разница думаю ничего существенного не меняет, ББшки будут лететь насквозь, а от фугасов будем получать приличный урон. Далее главный калибр, наш основной инструмент нанесения дамага. Так как торпедами будем пользоваться в исключительных случаях, к примеру когда нас вынудят пойти на это сломав все башни ГК. Итак, мы имеем две башни со сдвоенными 130 миллиметровыми орудиями. В калибре нам равных нет. Ближе всего Американец со своими 127 миллиметровками, но он превосходит нас в количестве орудий. У него их пять, а вот японец будет либо наравне, если вы не будете брать топовый корпус, либо же значительно уступать, так как в топовом корпусе у него всего два орудия. И хотя они намного более скорострельные, все же нам будут уступать. Мы делаем 12 выстрелов в минуту, это всего 5 секунд перезарядки. Врага мы будем засыпать градом снарядов. Несмотря на то, что будем уступать в этом показателе опять же американцу, у которого всего 4 секунды перезарядки и 15 выстрелов в минуту. Но реализовать ему этот ДПМ на расстоянии более 10 километров будет довольно сложно, так как у него очень невысокая скорость полета снаряда и соответственно навесная траектория. У нас же с этим все отлично, и брать верное упреждение не возникает особых проблем. К слову, огонь мы можем вести на расстоянии 12 километров. В целом этого вполне хватает, но мы можем увеличить это расстояние навыком командира, и это будет вполне себе неплохое решение. Фарагуд же стреляет по стандарту на 600 метров дальше нас, но вот ему увеличивать этот показатель думаю не имеет никакого смысла. Попадать на еще больших дистанциях станет настоящим мучением, тем более если цель довольно маневренная. Японец же по дальности стрельбы сильно отстает от обоих конкурентов. Еще одним из минусом в нашем инструменте нанесения дамага, помимо критуемости башен, о чем я уже упомянул, является скорость их поворота на 180 градусов. Башни делают поворот за 18,6 секунды, это даже хуже чем у японца. Соответственно навык мастер-наводчик будет одним из базовых. Можно конечно ускорить башни модернизацией за счет скорострельности, но я не рекомендую. Все же стрелять нам потребоваться чаще, чем поворачивать свои орудия. Точность орудий у нас и у американца практически одинаковая. Пламера чуть хуже за счет дальности стрельбы. Ну а у японца топовый показатель, так он стреляет на дистанцию 8 километров. Переходим к самому интересному. Максимальный урон со сколочно-фугасных снарядов 1600 единиц. И это на удивление самый слабый показатель. Топовый у японца в 2000 единиц. Ну а американец превосходит нас на 200 единиц. Шанс поджога 7%. Тут мы уже на втором месте после японца. И этот показатель нужно будет обязательно увеличивать навыкам взрывотехник. Пожары заметно чаще начинают навешиваться и как следствие растет наш ДПМ. Урон с бронебойных снарядов 2500 единиц. И вот тут нам уже нет конкурентов, поэтому никогда не упускайте возможности пострелять по картонным крейсерам в борт. Выцеливать цитадели с нашей баллистикой не так сложно, а урон вылетает просто шикарный. Жаль, что не так часто крейсера подставляются под нас. Еще сказывается тот факт, что мы их боимся как огня. Так как стоит им по нам открыть огонь, шансы остаться без башен возрастают в разы. Бывает, что не увернешься от одного единственного снаряда из залпа и все, прощай башенка. А это минус 50% ДПМа. В этом и слабость нашего корабля. Лучше было бы, если бы были одинарные орудия, чем сдвоены. Потери одного не сказывалось быть так критично. Какой можно подвести итог? Японец по ГК нам близко не конкурент. Это понятно. У американца по факту ДПМ выше чем у нас, но реализовать его ему намного сложнее. Особенно на дальних дистанциях из-за баллистики. Также американец вполне неплохо помогает себе увеличить средний дамаг торпедами. К ним мы сейчас плавно перейдем. Нам же подлавливать на торпеды противников довольно сложно. И реже блот удаваться. Также нам сильно подкашивает ДПМ наша критуемость башен. И это насколько я понимаю касается всех советских эсминцев. Думаю, разработчики рано или поздно прислушаются к игрокам и подкрутят эту характеристику. Так как Вайн по этому поводу стоит не слабый. Тот же Аншан, премиум представитель паназии и копия гневного имеет более высокий средний дамаг по серверу. Может конечно его приобрели более-менее скилованные игроки, но на данный момент он по всем показателям оставляет конкурентов позади. Наш же герой Огневой находится на последнем месте по среднему урону. Такие дела. Но вернемся к характеристикам. Торпедные аппараты. Мы имеем два трехтрубных торпедных аппарата. Также как и у японского Муцки. А Фарагут имеет 8 торпед в двух четырехтрубных аппаратах. Дальность хода торпеды 4 километра. Самый низкий показатель. Но как пускать торпеды даже на 6 километров я показывал на примере гневного. И это конечно крайняя редкость. Лидирует в этом показателе конечно же японец. У него есть на выбор 6 и 10 километровые торпеды. И те и те имеют место быть. Но о японце мы поговорим подробнее на днях. Планирую в ближайшее время выпустить обзоры по нему. Так как записи боев уже залежались. Я его прошел раньше всех одноуровневых эсминцев. И это было если я не ошибаюсь на первый ранговый сезон. В Фарагута же топовые торпеды идут почти на 6,5 километров. Это конечно же не позволит пускать ему торпеды из инвиза даже с перком 5 уровня и камуфляжем. Если конечно противник не гонится за вами. Но и это уже неплохо. Далее. Время перезарядки торпедных аппаратов 76 секунд. Топовый показатель такой же как у японца. Но в отличии от него нам тратить очки на навык эксперта торпедного вооружения вряд ли имеет смысл. Так как мы ими не пользуемся по кд. Урон с одной торпедой 15100 единиц. И превосходит нас в этом только японец. Фарагут же прилично отстает. Скорость хода торпед 70 узлов. Топовый показатель. Но хотя бы если бы вам пускать торпеды кому-то в догонку, будет меньше шансов, что противник просто уйдет от них. Да и отвернуть линкором будет сложнее. Ну с торпедами думаю все понятно. Двигаемся дальше. ПВО у нас довольно посредственное. Оценивается в 13 единиц. И это худший показатель среди одноуровневых эсминцев. За 23 боя я сбил всего 4 самолета. Думаю останавливаться на нем особого смысла не имеет. Маневренность. Максимальная скорость хода 37 узлов. Средний показатель. На разнице тут между эсминцами всего полузла. Так что грубо говоря все примерно в равных условиях. Рекомендую увеличить показатель с соответствующим сигналом. Радиус циркуляции 610 метров. Что будет похуже чем у конкурентов, но думаю не критично. А вот время перекладки руля 4,8 секунды. Это уже довольно печальный показатель. У других эсминцев грубо говоря в два раза лучше. Поэтому скорее всего придется ставить модернизацию рулевые машины в последний слот. В целом если вспомнить еще тот факт как у нас медленно вращаются башни, то эсминец получается не очень комфортным в управлении. И к этому нужно будет привыкнуть, если вы до этого играли к примеру на американцах. Маскировка. Дальность видимости из кораблей 7,7 километра. С самолетов 3,8 километра. Показатели чуть похуже чем у американца. Ну и скажем так значительно хуже чем у японца. В целом особо скрываться на протяжении боя мы не будем. А при необходимости уйти в инвиз не должно составить особых проблем. Вот таким получился наш эсминец. Он не совсем ужасен, но и до имбы ему как до китая сами знаете как. Убрать его критуемость башен и больше даже думаю ничего крутить и не нужно будет. Сразу средний дамаг по серверу будет расти вверх. Давайте приступим к улучшениям. Снаряжение. Хотите выживать ставьте все второго уровня. Помимо быстрой перезарядки это дает также плюс один к использованию. На форсаже в нас становится сложнее попасть. А если вы все же вступили в какаху, то дымы могут спасти. Также из них можно эффективно пострелять. Но помните, что в них могут пустить пару пачек торпед. Ну а ремка, понятное дело, выручает как от пожаров, так и от различных критов. Модернизации. Первый слот – орудия главного калибра. На деле не сильно спасают от критов, но лучше чем ничего, да и выбора особо и нет. Во второй слот – система управления огнем. Стрелять будем много и точность никогда не бывает лишней. В третий слот – энергетическую установку. Обезопасить нас от критов двигателя хотя бы частично. В четвертый слот, как уже говорилось, рулевые машины. Маневры – наше все, когда по нам открывают огонь. Камуфляж ставим за 12000 кредитов. Также немного обезопасить нас от попаданий по нам. Набор самых полезных по боевой эффективности сигналов уважен на экран. При необходимости ставим на паузу и рассматриваем. Также есть другие полезные сигналы вроде опыта командира, свободного опыта, кредитов, ремонта и т.д. Так что ставьте по наличию и по необходимости. Подготовил также два набора навыков командира. При условии, что у вас полностью прокачанный командир. Во втором наборе в том, что справа остается еще три очка навыков на выбор в третью строчку. Либо ставим суперинтенданта, либо повышенную готовность. Базовыми же являются базовая огневая подготовка, мастер-наводчик, но и взрывотехник. В пятой строчке есть также два неплохих навыка. Это мастер на все руки и профилактика. Казалось бы, это то, что нужно нам. Как раз у нас критует СГК, но во-первых, чтобы докачаться до этого навыка, на этом корабле нужно провести приличное количество боев. А зачем нам это делать, если, скажем так, корабль далеко не имбовый и проходной? В любом случае, перк слишком дорогой и ради него жертвовать другими лично я не готов. И на этом по улучшениям все. Итак, скажу еще пару слов по тактике. Как уже, наверное, должно быть понятно, из вышесказанного стараемся держаться на дистанции, выбирать одиночные цели, желательно отвлеченные на союзников и дамажим. Лучше всего, если это будут линкоры, так как их можно неплохо пожечь. С крейсерами затея перестреливаться так себе, но обрезговать тоже не стоит. Если начинает фокусить вас, уходим в дымы. Либо вырубаем форсаж и маневрируя, уходим в инвиз. Либо если ситуация позволяет, продолжаем дамажить. Ну соответственно эсминцев и авианосцы тоже мы любим. И тут главное не нарваться на торпеды. А когда ситуация позволяет, торпедируем и своими короткоходками. На этом буду заканчивать. Видео и так уже затянулось, но я приберег целых два боя на огневом, которые хочу прокомментировать и более подробно поговорить по практике, так как эсминец довольно сложный в освоении. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Также если видео оказалось полезным, не забудь оценить пальцем вверх. И на этом все. Всем удачи, всем побед и тонны дамага. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok